И я могу сказать, что на данный момент, на 2023 год, для меня нет лучшей стороны для жизни, чем Финляндия. И отношения, тему, которую, наверное, многие очень ждали. Мне нравится, что здесь разумные цены на жильё и на счета. Могут отключать отопление в течение дня, то есть вы просто в течение дня, у вас супер холодно в помещении. Я заплатила за это, за своё изучение, больше тысячи евро, тупо половину. Половина зарплаты у тебя уходит на налоги. И я не согласна со стереотипом людей, которые говорят, что в Финляндии скучно жить. Честно сказать, у меня на работе даже не спрашивали диплом. Всё, в 16.00 ты закрываешь свой ноутбук, иди отдыхай, иди проводи время с семьёй. То есть отношения очень сильно помогают, ты не чувствуешь себя одиноким. Всем привет, добро пожаловать на моё новое видео. Давно не делала вопрос-ответ. Я оставляла в Инстаграме окошечко для вопросов, у меня накопилось очень много вопросов касаемо моей личной жизни, моей работы, моего обучения в Финляндии, понравилось ли мне учиться в финском вузе, вообще как я нашла свою первую работу, что у меня с отношениями, что я думаю про парней финского металлитета, и вообще как мне живётся в Финляндии, советую ли я эту страну для переезда. Поэтому я решила выбрать все самые интересные вопросы и решила снять для вас это видео, поэтому не буду вас задерживать, переходим, смотрим, и не буду себя задерживать, потому что здесь тоже, конечно, холодно стоять внизу. Я пришла на рождественскую ярмарку на Сенатской площади Хельсинка. У нас каждый год проводится эта рождественская ярмарка. Здесь можно купить что угодно, попить глинтвейн, поесть какую-то финскую еду традиционную, рождественскую. И у нас уже через неделю буквально будет Рождество. Рождество в Финляндии празднуется 24 декабря, 25, поэтому сейчас уже за неделю. Конечно же, тут очень много народа. Сейчас я вам покажу быстренько, как тут всё выглядит на ярмарке, и отвечу на первый вопрос. Любимые кафешки в Хельсинки. Я вообще человек довольно консервативный, и вот у меня есть топ мест, в которые я всегда хожу. Это Naked Taco, который находится около вокзала, место мексиканское, где можно поесть тако, писадилью, всякое такое. Потом сеть ресторанов Momotoco называется, там, где можно поесть вкусный рамен. Очень мне там он, правда, нравится. Кофейня у нас открылась недавно, называется Layers Coffee, и там очень вкусный круассан. Они, правда, не дешёвые, но они того стоят. Сейчас очень популярная в ТикТоке кофейня. Вьетнамские рестораны, кстати, где очень вкусные супы, фо тоже. И последнее — это грузинский ресторан Rione, который я просто вообще обожаю, без ума люблю, ну, просто потому что люблю грузинскую кухню. То есть нет чего-то как бы вообще финского. В основном это всё кухни разных национальностей — мексиканская, вьетнамская и, ну, и суши. Суши, кстати, очень хорошее испанское место, называется Sushi Panda. Там есть суши, которые, как в России, бывают запечённые, потому что у нас в Финляндии не бывает запечённых суш, бывают только обычные, обычные суши, точнее, как в Японии, просто как бы с рыбой и всё. И я ещё, честно, таких устала, поэтому я люблю очень суши-панду, где можно взять всякие запечённые роллы. По опыту жизни в Европе и путешествиям, какие страны кажутся мне лучше в Финляндии для Long Term, для моей будущей жизни? Я не сказать, что много где была, и в основном я путешествовала по Европе, Эмиратой и немножечко Азии, и я могу сказать, что на данный момент, на 2023 год, для меня нету лучше страны для жизни и моей будущей жизни, чем Финляндия. Я очень люблю эту страну, я здесь живу уже 5,5 лет, и я не вижу никакую другую страну по нескольким факторам. Значит, первое — это уровень жизни. Под уровнем жизни я подразумеваю вообще всё, например, зарплаты, качество жилья, не знаю, оплата счетов, в основном отсутствие бюрократии, также, я не знаю, то, как относятся к тебе люди. Но в целом вот я путешествовала по, например, странам Южной Европы и вообще по Европе. Я нигде не видела такого комфорта и комфортного уровня жизни, как в Финляндии. Я видела такой же в Швеции и в Дании, но для меня это немножечко страны такие. Я их очень люблю, мне очень там нравится, я бы хотела там жить, если бы у меня там был свой круг общения. Опять-таки, почему мне нравится жить в Финляндии? Один из факторов — это то, что она близка к России, я всё равно остаюсь русской, у меня очень много русскоговорящих друзей, и для меня это супер важно вообще иметь русскоговорящих друзей. То есть это один из главнейших факторов, почему я нахожусь тут, потому что я всё равно не чувствую себя, что я бы так хорошо дружила с финнами, как я дружу с русскоговорящими. В общем, мне супер важно близость к России и вообще мой круг общения, который здесь уже сформировался достаточно, ну я могу сказать, достаточно большой круг общения в плане работы и личной жизни. Я не вижу сейчас себя переезжающей в какую-то другую страну, даже если это Швеция или Дания, просто потому что у меня там вообще нету знакомых, я абсолютно не хочу начинать уже в свои 23 года, я понимаю, что я ещё молодая, я не хочу начинать полностью жизнь с нуля в новой стране, хоть и мне страны Швеция и Дания очень нравятся. То есть это единственные страны, в которых я бы себя видела в будущей жизни. Ещё один фактор, это, кстати, всё совмещено с вопросом 5 факторов, почему я выбрала жизнь в Финляндии. Второе — это менталитет. Я всё-таки хоть и русская, но я уже не считаю, что у меня полностью русский менталитет, но в то же время я не считаю, что у меня полностью финский менталитет. То есть мне кажется, что я где-то вот посередине, между вот этими двумя, и мне очень хорошо здесь живётся и комфортно, я как будто бы живу в своём пузыре. Мне очень нравятся финны, мне очень нравятся отношения финнов к многим вещам, к семье, к людям, к работе, к свободному времени. То есть мне очень нравится финский менталитет и сами финны. Ещё хочу сказать про уровень жизни. Это то, что мне нравится, что здесь разумные цены на жильё и на счета, потому что я была в Италии, цены на жильё там, например, космические, цены на электричество там в 2-3 раза больше, чем в Финляндии, хотя в Италии могут отключать отопление в течение дня. То есть вы просто в течение дня, у вас супер холодно в помещении, только ночью включают отопление. Здесь таких проблем нету. То есть я спокойно живу с нормальным отоплением, в тёплых красивых квартирах, при этом не плачу за это бешеные деньги. То есть я считаю, что я плачу разумные деньги, там 40-50 евро в месяц за электричество. То есть я не думаю, что сильно там где-то ещё отличается, например, в России коммуналка, цены за коммуналку. То есть 4-5 тысяч, и я не считаю, что это супер много в месяц за коммунальные все вот эти вот платежи. В то время как в Италии, считаю, за электричество, если ты живёшь в квартире, не в доме на минуточку, могут быть 150-200-300 евро в месяц, что очень дорого, ещё учитывая то, что у тебя постоянно дома холод. Поэтому мне супер комфортно живётся в Финляндии, несмотря на то, что у нас здесь полгода снег, полгода холод. Мне уровень жизни и вообще всё то, что меня окружает, мне перекрывает всю эту погоду, всю эту серость, весь этот холод, снег. В принципе, я уже к этому привыкла, абсолютно я привыкла к темноте. Когда у тебя есть чем заняться, и когда у тебя есть дело, которым ты горишь, когда ты постоянно занят, по сути, у тебя не остаётся времени грустить и, я не знаю, переживать из-за этой темноты, из-за этого климата. Ну, тебе просто некогда. Сложно ли было мне изучать налоговую систему в Финляндии? Скажем так, я заплатила за это, за своё изучение, несколько сотен евро, может быть, даже и больше тысячи евро, потому что, насколько вы знаете, в Финляндии прогрессивная система налога. То есть, соответственно, чем больше ты зарабатываешь, чем больше у тебя процент налога. То есть это не что-то фиксированное, как, например, в России, когда у тебя каждый раз один и тот же процент. И суть в том, что здесь, в Финляндии, ты сам выставляешь свой лимит дохода в год. И, например, ты ставишь 10 тысяч, вот ты заработаешь за год 10 тысяч евро. Если ты зарабатываешь, по сути, больше, чем 10 тысяч евро, даже на, я не знаю, на тысячу, то ты платишь с этой тысячи дополнительный наказательный процент. И он идёт обычно где-то 30-35 иногда процентов. Суть в том, что я ставила в год, ну, допустим, я поставила 10 тысяч евро, а по факту я заработала 15 тысяч евро. И суть в том, что с этих 5 тысяч я должна заплатить 30% в 35 налога. Это наказательный процент, потому что, по сути, я должна была указать изначально, что я заработаю не 10, а 15 тысяч. И, в общем, такое у меня случалось, к сожалению, два года подряд. Я ставила, допустим, 10, а зарабатывала по факту 15. И из этих 15 две с половиной почти, ну, там, две с чем-то я отдавала за налоги. То есть, тупо половину из, я не знаю, половины зарплаты у тебя уходит на налоги. Что, естественно, обидно. Но такое происходит только, если ты невнимательно ставишь свой потолок. То есть, ты в начале года, когда ты делаешь новую налоговую карточку, ты должен поставить за следующий год, допустим, за 2024, я заработаю вот столько-то. И мне надо поставить сразу 15 тысяч, чтобы быть точно уверенной, что я не превышу этот лимит. И да, за это я заплатила несколько лет. Вот, два года, по-моему, у меня была одна и та же ошибка, к сожалению. Я ставила слишком маленький потолок и зарабатывала в итоге больше. И, по сути, не так уж и сильно я за много заработала, потому что половину я отдала за все эти налоги. Как дела с изучением финского? Я сдала ЮКИ-тест прошлой весной. Весной. И, в принципе, это был мой последний момент, когда я занималась финским. Честно сказать, я все равно большую свою жизнь живу на английском языке, так как финны прекрасно говорят на английском все. Плюс я работаю на английском. То есть, это вот язык, на котором я живу. Финский, я могу на нем поговорить, когда это нужно, когда безвыходная ситуация, то тогда я могу поговорить, какие-то базовые вещи я могу сказать. Я все понимаю практически, что говорят. То есть, я могу спокойно общаться на финском, но не знаю, может быть, я не знаю, почему я этого не делала. Я просто привыкла на английском, мне просто так удобнее, проще. И я живу в Хельсинки, здесь все говорят на английском, поэтому у меня никогда с этим проблем нету. Но я могу сказать, что это точно возможно, выучить финский, это возможно на нем разговаривать, это возможно сдать экзамен. Кстати, если вы готовитесь к экзамену, то напишите мне на email, у меня есть материалы по подготовке к экзамену. Еще один вопрос, не скучно ли мне живется в Финляндии? Опять-таки, я не понимаю, и я не согласна со стереотипом людей, которые говорят, что в Финляндии скучно жить. Скучно живется тому, у которого нет друзей, у которого нет никаких занятий, у которого нет работы или нечем заняться. У меня все это есть, у меня есть огромный круг друзей, подруг, с которыми мы можем в любой день, в любой вечер пойти встретиться, что-то поделать. У меня есть работа, которую я люблю, у меня есть дело, которым я горю, у меня нету просто времени сидеть и говорить, что мне скучно. Опять-таки, здесь есть все те же самые спортивные кружки, здесь есть вообще все то же самое, что есть и в России. В Питере, да, это в более, в таком маленьком количестве, не настолько это популярно, но и здесь людей меньше, как бы это логично. Здесь есть все то же самое, просто я не знаю, почему люди говорят, что здесь скучно живется, мне честно не понять. Если вы живете где-то в деревне на севере, может быть, да, но я живу в Хельсинки, в центре города, у меня абсолютно жизнь от питерской, мне кажется, моей не отличается, при том, что я стала, опять-таки, я раньше была супер экстравертом, то есть я не могла сидеть дома, мне постоянно куда-то надо, мне постоянно с кем-то надо увидеться, сейчас я не могу, наоборот, не сидеть дома, я вообще такой любитель посидеть дома, я могу всю неделю сидеть, не выходить, я работаю дома, я сижу дома, и мне, в принципе, ничего не надо. Зависит от того, какой вы человек, мне абсолютно не скучно живется, я бы даже сказала, что моя жизнь гораздо веселее, чем была, например, жизнь в России, поэтому все зависит от того, можете ли вы вообще себя занять, есть ли у вас дело, которое вы любите. Учеба в финском вузе, в финском университете, было ли мне сложно там учиться, и была ли у меня депрессия вообще в начале, как я приехала? Я могу сказать, что, по сути, много блогеров, людей, которые приезжают в Финляндию, студентов, пишут в соцсетях такое, что вот, очень тяжело тут приживаться, тут очень тяжело, вот эти вот первые стадии адаптации, но, честно сказать, у меня за пять лет так и не пришло вот этот вот период, когда ты... Есть же несколько стадий миграции, принятия того, что ты мигрируешь, сначала у тебя все вверх, у тебя все классно, потом все это ненавидишь, ты хочешь отсюда уехать, потом опять все классно, потом все опять вниз. У меня не было такого, у меня всегда все как-то шло вот так вот, все, вот так, точнее вот так вот, все ровно шло наверх, и у меня никогда не было депрессии, там, от того, что вот я приехала, мне тут так сложно адаптироваться, мне тут скучно, тяжело, вообще никогда такого не было, и, возможно, самую большую роль сыграло в этом то, что у меня были русские одногруппники, то есть у меня были русскоговорящие люди со мной в моей ежедневной жизни, на моих, не знаю, студенческих встречах, вечеринках, и я никогда не чувствовала себя как-то не в своей тарелке, одиноко, плохо, у меня никогда такого не было. Что касается учёбы в финском вузе, мне очень понравилось, не сказать, что я прям получила какое-то космическое количество знаний и как-то, я не знаю, была супер вдохновлена, то есть я не ожидала ничего такого, я понимала, что я поступаю не в Оксфорд, я поступаю в обычный финский университет, и чего-то заоблачного, каких-то супер знаний, методов изучения и так далее там не будет. Но мне очень понравилась учёба, потому что у нас был University of Applied Sciences, университет прикладных наук, это означает, что по большей части мы делаем практику, нежели просто пишем конспекты и теорию. Мы вообще, на самом деле, конспекты мы вообще не писали, у нас всё было в электронном виде уже тогда, и я даже не знаю вообще, что такое писать конспекты, если честно. Вопрос ещё такой, какие у меня были ожидания от финского вуза и оправдались ли они? Честно, я не понимаю, какие могут быть ожидания у человека, который 18 лет поступает в университет, у меня не было никаких ожиданий, и если вы думаете, что вот, поучившись в университете в Европе, и это вам гарантирует место на работе, то нет. Вы в любой стране, вы когда выходите из университета, вам в любой стране сложно найти работу, потому что работу вы находите не потому, что у вас есть диплом от определённого университета, вообще нет, а потому что у вас есть определённые скиллы, определённые, не знаю, навыки общения, навыки договаривания с людьми. Все вот эти soft skills, они гораздо важнее, чем на самом деле ваш диплом. Честно сказать, у меня на работе даже не спрашивали диплом. То есть я не понимаю таких людей, которые думают, что всё зависит от университета. Да вообще нет, у меня в университете средний балл, честно, 3,2. Типа я не была отличницей никогда, у меня никогда не было хороших оценок, но, наверное, большую роль сыграло в том, почему я могла находить работу в Финляндии. Это то, что я умею себя презентовать, я умею общаться с людьми, я не стесняюсь общаться с людьми, я умею договариваться. И, наверное, вот это всё важнее, чем получение диплома по программе International Business. Ну да, это дало мне какую-то базу. Наверное, 30% знаний мне дал университет, 70% я выучила уже на работе. Мне было полезно узнать в целом структуру менеджмента, финансов, что-то по логистике, маркетинг основы, базу. Но это всё, это просто какие-то базовые знания, которые вы должны знать, и всё. Не сказать, что я что-то суперинтересное выучила на бакалавриате по маркетингу. Вообще нет. Я понимаю, что если я хочу знать больше, то мне нужно идти в магистратуру. Но идти в магистратуру я пока что не хочу и не планирую, просто потому что я не вижу в этом никакого смысла, я не люблю писать дипломы вот эти вот на 8 страниц, я не понимаю, зачем это надо. И следующий вопрос как раз-таки, как проходило написание диплома. Мне очень сложно это даётся, потому что я такой человек, который не умеет лить воду. Я всегда писала самые короткие сочинения, я их всегда писала супербыстро. Я не умею, не люблю писанину, а тут нужно написать какой-то ресёрч на минимум 50 страниц. Я это честно ненавижу. И поэтому мне повезло, что я на тот момент уже нашла работу свою первую в Финляндии и писала свой диплом именно с компанией, где я работала. Что мне очень понравилось, потому что я писала маркетинг-стратегию для одного магазина, для одного бренда одежды. И потом эта маркетинг-стратегия была действительно использована в самой работе. Поэтому я не писала что-то бесполезное, я писала маркетинг-стратегию, которая понравилась потом людям. Поэтому мне повезло. В итоге у меня всё равно на самое минимальное количество страниц было написано диплом. И потому что мне там по-английски сложно писать. Наоборот, мне, кстати, по-английски гораздо легче писать, чем на русском. Просто потому что я не училась нормально в университете, я имею в виду на русском языке. Поэтому для меня сейчас написать сочинение на русском или какой-то диплом, это что-то нереальное, я бы никогда не смогла. На английском могу, но я просто не умею лить воду и не понимаю, зачем так могу писать. Потому что я понимаю, что потом это тебе не нужно. Ты написал этот диплом, потом получил свой диплом, вот эту вот саму корочку. И что? И ты забыл про этот диплом, и тебе потом вообще не нужен в жизни. А мне понравилось, что я писала что-то, что реально нужно. Я написала на целый год маркетинг-план, контент-план, маркетинг-стратегию для магазина, который реально это использовал потом. Я не просто написала никому не нужный ресерч. Следующий вопрос. Различается ли рабочая культура в Финляндии и в России? Начнем с того, что я не работала в России на офисной работе. Я до конца все равно не могу судить, какая там сейчас рабочая культура, как люди относятся друг к другу и так далее. Какие вообще правила внегласные, так скажем, какая культура. Здесь я работала, и я здесь уже работаю 4 года в Финляндии, даже больше, уже 4,5. Но я могу сказать, что по своему опыту, я, кстати, сделала про это отдельное видео на английском, именно про отличие рабочей культуры в Финляндии и в России. То есть здесь вот будет ссылочка, пожалуйста, посмотрите видео, очень интересно, потому что у меня даже финны смотрели это видео на английском и удивились, насколько другая, насколько другие особенности рабочей культуры в России. Я вижу очень большую разницу в рабочей культуре в Финляндии и России. Например, здесь маленькая power distance. Это означает, что в России, например, ну ты к своему боссу обычно относишься на вы, очень сильно ты уважаешь тех, кто выше тебя, то есть чаще всего ты не будешь другом там с каким-нибудь президентом компании, или ты не сможешь с ним спокойно пойти на ланч, или просто, не знаю, посидеть попить кофе, потому что это обычно очень высокоуважаемый человек. И, в принципе, еще ключевое, наверное, отличие, это то, что в России в основном все топовые позиции, весь менеджмент это мужчины. У нас очень много женщин на топовых позициях и вообще в менеджменте. И мне кажется, что это одно из ключевых, наверное, различий, это вот это вот равноправие. И равноправие не только в плане мужчины и женщины, а равноправие в плане какого бы ты ни был возраста, национальности, пола, гендера к тебе относятся одинаково. То есть, допустим, я самая младшая в компании, мне 23 года, в основном у нас всем 35 плюс, то есть я реально самая маленькая. При этом всем ко мне не относятся к какой-то ассистентке, официантке, что типа подай, принеси. Никогда такого нету, что, не знаю, ты там должен был бы кофе приносить, еще что-то. Просто потому, что ты младше, например, твое мнение не учитывается, потому что, я не знаю, меня могут там считать за какого-нибудь подростка, вообще такого нету. Если мы сидим за столом, у нас встречи, у нас сидят там мужчины 40 лет, 50 лет, женщины 30 лет, то есть все разных абсолютно возрастов. И я, и мое мнение точно так же учитывается и будет услышано, как и мнение, например, мужчин, которому 45 лет, и который в компании там уже 20, допустим. Мне здесь очень это нравится. Еще мне нравится то, что менеджеры относятся к тебе как... Не как к кому-то, типа, что ты мне как-то там служишь. Нет, они относятся к тебе очень уважительно. И считай, вот ты с ними на равных. То есть, мне кажется, у нас очень такой хороший пример. У нас вице-президент, ну, обычный вице-президент компании. Он, ну, как бы очень высокоуважаемый человек, и он управляет, я не знаю, несколькими юнитами из нескольких стран. То есть, у него довольно-таки обширные обязанности у него в разных странах. И, соответственно, ну, человек очень важный. И обычно у такого человека свой офис, свой кабинет. По крайней мере, во многих компаниях это так. У нас вице-президент, я могу с ним спокойно сесть рядом за столом, потому что он сказал, что ему не нужен свой кабинет. Он будет сидеть так же, как и мы, на любом свободном столе, ему не нужно ничего, он хочет сидеть с нами, так сказать, с простыми людьми. Потому что у меня тайтл, моя роль, это как бы просто специалист, то есть, типа, самый низкий пока что тайтл, который есть. Но, опять-таки, я спокойно могу с ним сходить на ланч, пообедать, поболтать, попить кофе. То есть, здесь как-то все, независимости от роли и вот этой вот позиции, вот в иерархической системе, как-то назвать по-русски, не знаю, здесь все равны. Еще мне просто нравится очень подход менеджеров, то есть, у нас каждую неделю есть one-on-one, типа, один-on-one с менеджером, где ты просто говоришь там все свои проблемы, все свои трудности, он тебе может помочь, в чем ты застрял, что у тебя хорошо получается, что плохо. Опять-таки, может быть, это мне так повезло, что я в компаниях всегда встречаю хороших боссов. У меня был только один негативный опыт в Финляндии. Но, судя по рассказам моих друзей, которые тут живут и работают, к ним тоже такое отношение. То есть, я никогда не видела какого-то там суперплохого отношения, потому что ты там девочка, потому что тебе 20 лет, потому что ты русская. У меня никогда не было никакой дискриминации, вообще ничего такого. И чаще всего вообще даже не спрашивают, откуда я, какой я националист, потому что реально всем все равно. Но, опять-таки, я не работала в России. И мне очень интересно, расскажите, какая вообще рабочая культура в России, потому что я работала только в школе, продавцом обуви. Это была моя такая подработочка после школы. И, естественно, ну, как бы это не сравнится с какой-то офисной серьезной работой. Это я просто работала в магазине и продавала детскую обувь. Соответственно, там, ну, тоже ко мне было отношение такое себе, как к девочке, подай, принеси. Здесь меня вообще так не считают. И я себя так больше не считаю, соответственно. Поэтому я безумно довольна рабочей культурой в Финляндии. И вот я теперь не могу вообще представить работать где-то еще, потому что мне очень нравится то, как здесь ко мне относятся. Еще последнее, что я хотела сказать по поводу различия рабочей культуры, это то, что здесь Финны очень сильно, вот прям во всех смыслах, заботятся о твоем ментальном состоянии, well-being после работы. То есть для них супер важно. По крайней мере, я встречала только таких людей, которые говорят, все, в 16.00 ты закрываешь свой ноутбук, иди отдыхай, иди проводи время с семьей, иди гуляй, иди занимайся еще чем-то, не работай. На выходных ты не обязана отвечать на сообщения. То есть мне прям всегда и до сих пор продолжают это четко говорить. Даже если я отвечаю на выходных, просто я лежу на диване и решила ответить что-то по работе, потому что я сама так захотела, я иногда так делаю. Мне говорят, что я не обязана это делать, я не должна это делать, я вообще не должна сидеть онлайн в нерабочие часы. То есть здесь очень сильно об этом заботятся, и это не то, что как бы у меня только так в компании. Нет, в предыдущих местах работы у меня тоже так было. У нас даже был пятница, это день типа саморазвития. То есть мы работали с понедельника по четверг, а в пятницу был день саморазвития. То есть ты можешь что-то читать, смотреть, относящийся, конечно же, к работе, к бизнесу, к маркетингу, к финансам, но ты не делаешь прямо такие рабочие задачи. Поэтому вот это, мне кажется, ключевое отличие, что здесь не принято перерабатывать вообще, потому что на самом деле никто не хочет платить за эти переработки. И опять-таки чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь налогов. То есть иногда людям прям тупо невыгодно перерабатывать. То, что они, например, переработают, они могут получить за это 100 евро, допустим, за их час, но они с этих 100 евро должны 50% заплатить налог. Соответственно, они получат только 50 евро. И тебе уже как бы не сильно-то и хочется перерабатывать, когда ты понимаешь, что ты 50% должен отдать государству. Поэтому даже если, кстати, ты перерабатываешь, то ты потом просто, например, на следующий день, допустим, ты переработал на 1 час, на следующий день ты можешь прийти на 1 час позже на работу. Вот и всё. И ты сам как бы распределяешь своё время. Просто, например, я знаю, что в России ты перерабатываешь и перерабатываешь. Никто этого даже не заметит, это не считается. Это не означает, что на следующий день ты можешь прийти позже на работу, потому что ты вчера переработал. Ну как бы такого там нету. А здесь мне очень нравится то, что это есть. И то, что моё ментальное состояние всегда в порядке, в плане того, что у меня не бывает стресса там из-за работы. У меня в этом стресс из-за личной жизни, но не из-за работы. И насчёт депрессии, опять-таки, у меня никогда не было депрессии в Финляндии не относительно учёбы, не относительно работы, не относительно того, что я одинока. У меня первое видео на канале я выложила, как раз-таки там я ныла про то, как мне плохо живётся в Финляндии, скучно. Но я до сих пор получаю кучу хейта в свою сторону относительно этого видео. Но нужно понимать, что это видео было выложено и снято чисто в ковид, когда было закрыто абсолютно всё и не работало ничего, и я жила вообще в другом городе. Я сейчас понимаю, что я была немножечко глупой в этом плане, потому что нельзя судить страну по одному городу, когда ты живёшь в какой-то деревне. Это не означает, что вся страна такая. Да, 80% Финляндии — это деревня. Но всё равно, как я сказала, всё зависит от окружения. В тот момент у меня его не было, и поэтому мне было тяжело. И относительно вот этой вот адаптации к стране, когда ты только что переехал, мне кажется, что очень сильно помогают отношения. Вот мои большинство русских одногруппников, ну, одногруппников, с которыми мы вместе учились, которые в основном из Питера, Москвы и каких-то других городов России, в основном я помню, что все девочки были в отношениях, и я тоже в том числе. То есть отношения очень сильно помогают. Ты не чувствуешь себя одиноким, тебе каждый день есть чем заняться, есть с кем проводить время, и мне кажется, что это вот одно из главных. Если ты находишься в отношениях, то тебе вообще не будет скучно, одиноко и плохо. Я, насколько я помню, всегда находилась в отношениях, может быть, поэтому мне было и хорошо, и у меня не было такой никакой депрессии. Как я нашла свою первую работу без знания финского? Я скажу больше, я нашла не только первую, я нашла все свои работы без знания финского. Когда ты говоришь только на английском, либо ты говоришь, например, на русском, на английском, конечно, твой поиск работы, он значительно сужается, потому что вот здесь вот столько возможностей, если ты знаешь финский, и вот столько возможностей, если ты знаешь английский. Соответственно, мне как-то всегда удавалось попасть вот в эту вот самую воронку, где очень мало вакансий публикуется на английском, но они всё равно есть. Единственное, что ты уже должен реально, у тебя вырастает конкуренция в пять раз, ты уже должен доказать, что ты вот круче всех этих других конкурентов, которые также говорят на английском и хотят работать в Финляндии. Это возможно. Я не говорю, что это что-то нереальное, это реально, вот я сколько раз находила работу на английском. Очень зависит от, на самом деле, от сферы, в которой вы работаете. Например, у меня работает подруга в больнице финской. Естественно, там нужно знать финский, и это обязательно, и ты туда не попадёшь, если ты не говоришь по-фински, потому что с пациентами ты должен разговаривать только на финском. Типа там прям правила по-английски нельзя. Если ты работаешь, не знаю, на кассе в магазине, ты тоже должен знать финский, потому что все, кто приходит в магазин, это в основном финны, говорят все на финском. Поэтому очень сильно зависит от сферы. Если ваша компания, в которую вы подаётесь, это какая-то глобальная компания, у которой язык работы английский, то это классно. Это сразу даёт очень много возможностей. Я подаюсь обычно в такие компании, где язык компании — это английский. И это абсолютно возможно найти. Опять-таки, я сняла про это целое видео, про то, как найти работу в Финляндии. А видео уже, конечно, двухлетней давности, но всё равно он не перестаёт быть актуальным, поэтому, пожалуйста, вот, будет ссылка вверху. Перейдите, посмотрите, те, кто меня спрашивал про работу, как найти. До сих пор это остаётся актуальным. Я за эти два года не узнала ничего нового, как найти работу в Финляндии. Все сайты, ресурсы и лайфхаки всё остаётся тем же, как я и рассказала в том видео. Сложно ли было мне искать квартиру в Хельсинки? Сразу отвечу, вообще несложно. Я нашла квартиру, подписала контракт, что в первый раз за два часа я просто знала, какой я хочу район. Сейчас очень много новых домов строится, и они только сдаются, то есть есть свободные квартиры. Если вы ищете квартиру в самом центре Хельсинки, конечно, это уже сложнее. Я искала её в Ванта, потом я искала её в Пасела, типа, это не самый центр. Здесь, опять-таки, много новых домов, поэтому мне всегда вот реально посчастливилось за два часа найти и подписать договор. Сейчас мне очень нравится, что в основном агентства, агентства, они это всё делают онлайн, то есть тебе не нужно ни с кем встречаться, тебе не нужно ни с кем созваниваться, ты просто находишь квартиру, подаёшь свой аппликейшн туда, заявку, тебе, мне её автоматически приняли за два часа, и всё, и за два часа квартира моя. Я просто вношу депозит какое-то количество евро, которое там написано, и всё, и потом заезжаю. Точнее, еду за ключами и заезжаю. У меня никогда не было сложности в поиске квартиры, кстати, даже в Лахте не было. И отношения, тему, которую, наверное, многие очень ждали, и у меня был вопрос, были ли у меня отношения с человеком другой национальности. Да, были. В 2019 году у меня были отношения с итальянцем. Честно, я не заметила особой разницы в менталитете итальянцев и русских. То есть итальянские парни, они тоже такие романтичные, не любят ухаживать за девушками, свидания, там, могут цветы дарить и так далее. В то время как финны, это вообще, ну, и у них так вообще не принято, там, ухаживать, дарить подарки, цветы. Поэтому у меня был итальянец, но я бы не сказала, что это что-то, что сильно отличается. Но, опять-таки, я хочу развеять вот эти вот все сомнения, потому что есть стереотип на то, что, например, ну, хорошо, французы, итальянцы, испанцы, это люди такие лёгкие, которые особо не любят отношения, люди на одну ночь и так далее. Я хочу развеять такие сомнения, потому что на каждую, на каждый такой стереотип все равно найдется человек, который исключение. То есть у меня, наверное, тоже был такой итальянец-исключение, который нетипичный, нетипичный итальянец. Также есть стереотип про турков, что вот они все такие эмоционально романтичные, ревнивые и так далее. Но на всех таких турков все равно найдется один, который будет исключение, который, например, будет скромный, я не знаю, вести себя как парень из России, ухаживать как парень из России. То есть я абсолютно даже не могу теперь устроить такие стереотипы по поводу парней и девушек из разных стран. Потому что вот про финнов же говорят, что парней, что вот здесь не принято там ухаживать как-то, что здесь все 50 на 50, каждый платит сам за себя. Но однако у моей подруги был парень, который полностью ввел себя абсолютно как парень из России, который сам платил за квартиру, сам платил за продукты, не просил там платить все 50 на 50. У них были отношения, вот как типичные отношения, наверное, в России. Поэтому я даже не могу теперь сказать, что вот финны такие, турки такие, итальянцы такие. Вообще нет, потому что как раз-таки я повстречала и тех, и тех, и исключения из одной страны, исключения из другой страны. Но я хочу сказать про себя, что я абсолютно не вижу себя с человеком не русским вместе. Потому что, опять-таки, для меня супер важно общаться на русском языке. Я прекрасно говорю на английском, я могу разговаривать на итальянском. Но для меня это не языки любви, так скажем. То есть мне любовь и дружбу нужно выражать только на русском. И мне нужно быть с человеком на одной волне. Мне нужно, чтобы я могла, не знаю, 5 часов разговаривать о чем-то с человеком. Но когда это англоговорящий человек, то у меня просто обычно нет желания настолько раскрываться, настолько рассказывать. То есть когда у меня англоговорящий спросит, как пришел мой день, я просто могу сказать fine, good, bad. Но когда мне спросят русский, как пришел день, вот я тогда могу сказать, ой, слушай, я так устала, там, не знаю, или ой, так классно. И могу рассказать, как пришел мой реальный день. Просто потому что на английском как-то не хочется коротко ответить, не хочется раскрываться. И я не представляю себя в отношениях с англоговорящим человеком. Это чисто мое мнение, мои предпочтения. То есть, да, я была вот в отношениях с парнем итальянца, мы говорили на итальянском. Поэтому итальянский это единственный еще язык после русского, на котором я могу представить отношения. Потому что итальянский это такой язык любви, он очень красивый, гармоничный. И в принципе на нем приятно общаться. Как моя текущая сфера деятельности мэтчится с образованием и вообще работаю ли я там, на что училась? Да, я могу сказать, вот я на что учился, на то и пригодился. Я как-то изначально, с детства, со школы знала, чего я хочу. Я знала, что это будет связано с английским языком, международные отношения и бизнес. И в эту сферу я в принципе и подалась, пошла учиться на интернешнл бизнес программу. Потом выбрала направление маркетинг и сейчас работаю в направлении маркетинг. Но больше уже ухожу в создание контента, в продюсирование. И в принципе дальше я бы хотела как раз таки и уйти полностью в создание контента и продюсирование и потихонечку отходить от маркетинга. Но я могу сказать, что это однозначно то, на что я училась и всегда этого хотела. То есть мне прям с этим не то чтобы... Я не знаю, повезло, не повезло. Я просто человек, который всегда знает, чего хочет. Потому что есть такие люди, которые я не знаю, куда пойти, я не знаю, что учить, я не знаю, в чем я хорош. У меня такого никогда не было. Я вот всегда знала, что я сильна вот в маркетинге, в сознании контента. Я этим занимаюсь, у меня это хорошо получается. Я могу сказать, что университет мне в этом плане помог. Но это скорее где-то 30% это того, что мне дал университет в моей работе. Остальные 70% это я выучила просто на работе. То есть я уже изучала сам маркетинг и вообще все остальное, относящееся к маркетингу и к бизнесу, уже находясь на работе и делая как раз-таки практически все сама. То есть меня никто этому не учил. Вот я сама просто learning by doing. И так вот сейчас и получилось. Потому что я уже как-то более-менее разбираюсь в этом после 4,5 лет опыта работы в Финляндии и в сфере маркетинга. Ну что ж, на этом все. Спасибо большое, что смотрели это видео. Я надеюсь, вам было интересно узнать про мой опыт жизни в Финляндии за 5,5 лет. Надеюсь, вам понравилось. Поэтому ставьте, пожалуйста, лайки, чтобы это видео набирало больше просмотров. И подписывайтесь на мой канал. И увидимся в следующем году.